Дома уютно и во всех смыслах тепло. В мире скучать не приходится. Надо и с сестрой поиграть, и уроки выучить, и на занятия по акробатике успеть. Девочка мечтала заняться этим спортом. Ради него оставила хип-хоп, где, кстати, преуспела. А еще надо провести время с родителями. Это всегда в удовольствии. Мы часто гуляем в городе, чтобы они знали, кто такой Нахимов, кто такой Ленин. Все памятники. С папой летом, когда он выходной, это обязательно поход с ночевкой на море. Постоянно рассказываем, идет патриотический уклон у нас. Мы возвращаемся поздно с акробатики. Мы идем через парк у нас и поем патриотические песни. Сама Елена работает с подростками в колледже. Учит их готовить. Считает, чтобы дети были дружными и не наделали ошибок. Главное – воспитать в них уважение к своей родине и к другим людям. О своем дедушке, который участвовал в Великой Отечественной, по крупицам выискивает информацию в архивах. Знают историю семьи и ее дети. Участвуем с детьми обеими в «Бессмертном полку». Каждый год с портретом дедушки стоит он. И они участвовали потомкам в «Премьер». Там нужно было рассказывать стихи в интернете. Все снимали ко всему творчески. Мира с сестрой Никой уже третье поколение севастопольцев. Их прабабушка приехала в город-герой совсем юной, чтобы отстраивать новые районы. И даже лично руководила строительством дома, в котором сейчас живет семья. Это с папой. Это у меня белые глаза. Как бабушку зовут? А раз, смотри вас. Бабушку как? Борис и Ивана. Елена с мужем родной город всегда считали русским. Поэтому события 2014 года считают справедливой закономерностью. Оно про возвращение домой. Но мы и до этого еще подростком гуляем. Мы всегда считали, что Севастополь – это Россия. Во время салютов все кричали. И мы кричали «Севастополь – Россия». В декабре я узнала, что я беременна. И как раз начался Майдан. Но оно сначала было необычно, непонятно. Но казалось, что сейчас пройдут эти шумихи в Киеве, все закончится и останется как есть. Тревога от госпереворота не заставила покинуть город. Доверились Беркуту и землякам. Говорят, знали, что свои не оставят. Все время до исторического референдума семья была дома. Смотрели новости и переживали. А вот голосовать пошли все семьей. Для нас это было очень радостное событие. Бабушка с дедушкой моей, старенькие, но они все равно приехали и сказали, мы идем на референдум, потому что мы возвращаемся обратно домой. Знали, что Россия – это страна возможностей в любом случае. Класс у Мира очень добрый и грамотный. Настоящую историю знают. Здесь дети не делят друг друга по национальному признаку или особенностям здоровья. Дружат со всеми. Мы дружные, веселые, классные. Все друг другу помогаем. Мы как все одинаковые, все дружим и как одна семья. Мира мечтает стать врачом, а пока с упоением занимается математикой, ИЗО и посещает технологию. Мастерит даже дома, когда сделаны все уроки. Рисует и делает поделки. Мы на уроке окружающего мира, на теме в школе. Мы общаемся не только в семье, но и в школе. Мы младшие школьники. В школе мы все вместе. Учимся, играем, отдыхаем. В классе могут учиться представители разных национальностей. Мы с ребятами активные участники патриотического направления. Мы организовываем экскурсии самостоятельно, изучаем историю нашего города. Не так давно, в конце февраля, мы стали участниками, активными участниками фестиваля народов Крыма. Все народы Крыма сообщат, стояли свою идентичность и право быть частью России в 2014. И сейчас живут дружно, как в классе Миры, так и на всем полуострове. Ровесников, объединяющий русской весны, точно ждет славное будущее. Екатерина Шадрина, Александр Тарасенко, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.